Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, может ли человек некрещенный быть угодным Богу и войти в Царствие Небесное? Человек некрещенный может быть угоден Богу, но вот в Царствие Небесное, в Царство Пресвятой Троицы, назовем это так дилетантски высшей ступенью человеческого возможного бытия для человека, человек некрещенный не может войти, поскольку душа его к этому не подготовлена. Христос говорит, что то, что не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Душа человеческая до момента крещения представляет из себя как бы такое решето, знаете, такое сито. Вот, благодать, которая везде как воздух обитает, и все проникает, и все содержит собой, как такая влага, вот, которая исходила на руно Гидеона, она касается этого решета или этого сито, оседает как-то на его стенках, где-то задерживается, но, как правило, не собирается. Нельзя собрать ее воедино для того, чтобы начать процесс изменения человека внутренней. Душа же человека крещеного в Таинстве Крещения начинает представлять из себя сосуд, который специально создается заново во втором рождении человека для того, чтобы быть местом собирания этой благодати Божией. Так, чтобы и на себя хватило, на свое преображение, но чтобы еще и переливалось через край. Поэтому человек, у которого душа таким образом не подготовлена, не может просто собрать этого, не может, что ли, знаете, как заплатить вот входную пошлину в Царствие Небесное, потому что нечем будет заплатить в тот последний страшный час. Но мы должны понимать, что благодать сама собой не будет собираться внутри нашей души, и что этот запаянный сосуд, который возникает в нас после крещения в Пресвятую Троицу и в ее царство, и, в общем, смерть Христову и в его воскресенье, он должен быть наполняем нами, и это наполнение становится главным смыслом жизни христианина. Поэтому, если вы наполняете свои житницы, дома и так далее, и так далее, и все здесь пытаетесь приобрести, но об этом не родите, то крещение ваше не будет для вас просто поводом войти в Царствие Небесное. Надо будет представить Богу душу, очищенную трудом, покаянием, и душу, возлюбившую Бога больше всего, и человека после Бога больше всего. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok